18 июля представители Армавирского государственного педагогического университета в Галском гуманитарном колледже выступили с докладом на тему «Генеалогическое древо языков и происхождение русского языка». На встрече присутствовала молодежь Гала, учащийся школ и педагоги. С приветственным словом, перед собравшимся выступил доцент кафедры всеобщей истории Игорь Басов, а также научный куратор проекта Игорь Крецких. Они отметили, что русский язык и сам Центр открытого образования можно рассматривать как определенное окно возможностей. Очень приятно действительно понимать, что в Абхазии, в городе Гал, в Гальском районе существует, действует наш Центр открытого образования. Можно рассматривать как определенное такое окно возможностей. На лекции о генеалогическом древе языков присутствующим рассказали о том, как языковые системы развиваются и соприкасаются с другими языками. Отдельное внимание было уделено происхождению русского языка. Представлены различные теории о связях с другими славянскими языками. Русский язык это язык международного общения. По статистике русский язык это шестой. На шестом месте находится по численности людей, которые говорят на русском языке. Русский язык это язык международных отношений. Это официальный язык. ООН, ЮНЕСКО и так далее. Русский язык нужен везде. И в России, и в других странах. Даже видно здесь на схеме генеалогическое древо языков мира. Самая большая языковая семья это индоевропейская. Индоевропейская языковая семья. В нее входит индоарийская, иранская, армянская, албанская и так далее. Остальные все поменьше. Вот, например, кавказская языковая семья. Северокавказский, абхазо-адыгейская группа, абхазский, адыгейский, кабардино-черкесский, нахско-дагестанская, ну и так далее. Южно-кавказская, грузинский язык сюда входит. Менгрельский тоже относится к южно-кавказской группе. Доклад помог участникам углубить свои знания о языках и их развитии. Они узнали о том, как изучение генеалогического древа языков может помочь в изучении иностранных языков и понимании их особенностей. Также присутствующие получили представление о происхождении русского языка и его роли в широком контексте славянских и других языков. Мы очень рады о том, что Армаровинский педагогический университет открывал здесь вот этот центр открытого образования, потому что действительно и в том числе для Россотрудничества ГАЛ очень важен и эта часть Абхазии для нас очень важна. Здесь собралась очень такая профессиональная команда, и ребята были все вовлечены, скажем так, в дискуссию. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что в дискуссию вовлекаются только лишь тогда, когда ребята в этом заинтересованы. В этом году намеренно и предполагаем, что мы везем в Абхазию так называемый мобильный технопарк детский, в рамках которого дети будут знакомиться с новейшими достижениями в области IT, в области программирования, в области космоса, в области автомобильной промышленности. С одной стороны, это преподавание русского языка, где детям показывают возможности о том, что через русский язык они смогут познакомиться с теми достижениями, которые есть в России. В 2023 год президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил годом педагога на Станах Содружества, этот год объявлен годом русского языка. Создание таких центров уже под тронажем Министерства просвещения Российской Федерации велось в течение многих лет, но впервые в этом году этот проект реализуется столь масштабно. Подобные центры открываются в странах, которые исторически имели какие-то связи с Советским Союзом. В целом лекция о генеалогическом древе языков и происхождении русского языка оказалась очень полезной для присутствующих, расширивых знания о языковедении и русской культуре. Я считаю, что это очень интересная тема, так как мы можем изучать на примере русского языка наш язык, абхазский язык, так как на данный момент он очень плохо изучен. Мало источников и сведений по истории языка именно абхазского, а также языков всего Кавказа. Также мы изучили, кроме того, что изучали русский язык, мы рассматривали на примере разных народов, как связаны слова из тех или иных народов и насколько они взаимствованы. И мы поняли, насколько разных слов из разных языков находятся даже в нашем абхазском языке, не только взятые с русского языка, но и с тюркского, с турецкого, с финского и так далее. То есть, кроме того, мы еще рассматривали также историю России и распространение русского языка не только на территории России, но и на Кавказе, и как оно повлияло на историю нашего государства. В рамках функционирования центра будут проведены мероприятия просветительного, научно-методического и образовательного характера. Их слушателями могут стать не только студенты и школьники, но и все, кто хочет больше узнать о России. Главная задача центра – развитие русского языка, увеличение популярности его изучения и продвижение образования в других странах. Нана Абшилава, Борис Цацуа, Бату Библая, Гал Медиа